Все о Reaper 5 с Кенни Джоэм. Урок седьмой. Сетка и привязка. Теперь рассмотрим настройки сетки и привязки в Reaper. Сетка — это вот эти линии. Вертикальные линии. Мы можем включать и отключать сетку вот здесь, на тулбаре. Выключим. Линии сетки исчезают. Включаем. Линии появляются. Можно это сделать и при помощи горячих клавиш. Нажимаем. Сетка исчезает. Жмем еще раз. Сетка появляется. Это быстрее, чем с тулбаром. Если мы хотим изменить сетку, то нужно сделать правый клик по этой кнопке на тулбаре. Появится окно настройки сетки и привязки. Вот здесь мы можем менять настройки сетки. Вот тут можно включить и отключить ее. То же самое, что и эта кнопка. Можем изменить шаг сетки. По умолчанию он равен четвертной ноте. Но это можно поменять. Поставим восьмую ноту. Видите, линий стало больше. Шестнадцатую ноту. Целую ноту. В этом случае линии стоят только в начале каждого такта. Но вернем четвертную. Как было по умолчанию. Мы можем изменить внешний вид линий. Вот здесь. По умолчанию они пунктирные. Но если мы это отключим, линии станут сплошными. Так их чуть лучше видно. Если вам так больше нравится. А вот так они пунктирные. Бледнее. Мы можем определить, будут ли они пересекать наши айтемы. По умолчанию они видны в айтемах. Мы можем сделать так, чтобы они проходили поверх айтемов или под ними. Теперь в айтемах линии не видны. Только под ними. И снова, это зависит от ваших личных предпочтений. По умолчанию линии проходят сквозь айтемы. Вот какие настройки сетки мы можем изменять. Но настройки сетки работают вместе с привязкой. Привязка — это вот эта кнопка. Можем отключать и включать ее. Когда она включена, то при перемещении айтем привязывается к сетке. То есть, если я буду его перемещать, он приклеивается к четвертным нотам. А при выключенной привязке этого не происходит. Айтем перемещается свободно. Но мы можем это настроить. Включение и отключение привязки также возможно с помощью горячих клавиш. Нажимаем «Привязка включена». Айтем привязывается к четвертным нотам. Нажимаем еще раз. Привязка отключена. Он перемещается свободно. Изменить настройки привязки можно с помощью правого клика вот здесь. Откроется то же самое окно, что и для настроек сетки. Вверху — настройки сетки, внизу — привязки. Давайте снова включим ее. Это то же самое, что и включение вот этой кнопки. Или использование горячих клавиш. Сначала я покажу вам вот эту опцию. «Привязка к сетке на любом расстоянии». Эта опция активирована по умолчанию. Когда привязка включена, и мы перемещаем айтем, то он автоматически привязывается к сетке. Вы не можете поставить его где-то между линиями. Когда привязка активирована, айтем движется по сетке. Когда она отключена, он перемещается свободно. Но есть и промежуточный вариант. Давайте снова откроем настройки, только в этот раз сделаем это с помощью горячих клавиш. Открываем окно настроек. Давайте отключим вот эту опцию. «Привязка к сетке на любом расстоянии». Когда она отключена, а привязка активирована, привязка работает. Но только тогда, когда вы рядом с линией сетки. Сейчас это линия четвертого такта. Когда мы к ней приближаемся, срабатывает привязка. Но вы можете поставить айтем где-то посередине. Давайте увеличим зум. Когда я перемещаю айтем здесь, такое ощущение, что он движется свободно. Но когда я подхожу ближе к четвертому такту, айтем привязывается к этой линии. Как магнит. Как будто эта линия притягивает айтем. Или следующая четвертная нота. Или это. Мы можем настроить, как сильно линии будут притягивать айтемы. То есть то, как близко к линиям можно располагать айтемы. Это настраивается вот здесь. Дальность привязки. Сейчас она составляет 4 пикселя. То есть если мы оказываемся на расстоянии в 4 пикселя, когда двигаем вот здесь айтем, то срабатывает привязка. Но если мы удалим айтем на расстоянии большее, чем 4 пикселя, айтем перемещается свободно. Лично для меня это слишком чувствительно. Давайте чуть увеличим это расстояние. Давайте поставим большее значение. Например, 8. Теперь привязка срабатывает, когда мы в пределах 8 пикселей от линии. Так она чуть заметнее. Вот здесь. Или здесь. А если еще увеличим, например, поставим 25. Привязка будет работать еще более агрессивно. То есть теперь сложнее поставить айтем где-то посередине. Но опять-таки это дело вкуса. Я поставлю 8. Эта настройка имеет смысл только в том случае, если у вас отключена опция привязка к сетке на любом расстоянии. Когда она включена, расстояние не играет никакой роли. Привязка работает, когда она активирована. Если же она отключена, айтем перемещается свободно. Но если эта опция отключена, привязка будет срабатывать только тогда, когда вы оказываетесь в пределах 8 пикселей от линии сетки. Вот так. А где-то между линиями сетки привязка не работает. Вот еще одна опция, которую я хочу показать. Привязка относительно сетки. Сейчас привязка осуществляется относительно левого края. Вот здесь. Но если нужный переход не совпадает с левым краем айтема, допустим, у нас вот такое расположение. Расположим по сетке вот этот участок волны. И теперь, если нам нужно переместить его в другой такт, или поставить на другую долю, привязка будет реагировать на положение вот этого края айтема, а не на положение нужного нам участка. Перемещаем. Привязка вот здесь. Мы не этого хотим. Нам нужна привязка относительно вот этой линии, чтобы вот это место привязывалось к сетке. Для этого мы активируем вот этот режим. Поведение привязки изменится. Обратите внимание на изменившийся значок на тулбаре. Он показывает нам, что мы в режиме привязки относительно сетки. Теперь, при перемещении айтема, привязка будет работать так, что вот эта область будет оставаться на линиях сетки. Переместим сюда, привязка к этой линии. Отменим. Начало айтема здесь. Вот на таком расстоянии от сетки. И мы хотим сохранить это расстояние. Привязка здесь, здесь и здесь. Привязка не по сетке, а относительно нее. Давайте отключим это. Следующая опция, о которой я расскажу, находится вот здесь. Привязка к сетке зависит от видимости сетки. Умолчанию она тоже активна. Поэтому если привязка у вас активирована, а сетка отключена, привязка не работает. Но когда мы видим сетку, и мы в режиме привязки, то привязка работает. Но если сетка невидима, привязки нет. Это тоже сделано по умолчанию. Но мы можем это разделить. Отключим эту опцию. И теперь сетка и привязка работают абсолютно независимо. Сейчас у нас сетка с шагом в четвертую ноту, а привязку мы можем сделать к восьмым нотам. Теперь перемещаемый item привязывается к расположенным посередине восьмым нотам. И это несмотря на то, что у сетки шаг четвертная нота. Можем отключить сетку с помощью горячих клавиш. Привязка все равно работает. Потому что теперь наша привязка работает независимо от сетки. Это включается здесь. Если мы снова ее активируем, то теперь они работают вместе. А если отключим, то мы можем настраивать привязку независимо от сетки. Нужно вот это включить, поставить шаг сетки в целую ноту, а привязку сделать по четвертым нотам. Видите? Сетка теперь шагом в целую ноту, но привязка теперь происходит к ближайшим четвертным нотам. Теперь они независимы. Давайте вернем как было. Пусть работают совместно. Поставим тут четвертную ноту. То есть теперь у сетки шаг в четвертную ноту, и привязка тоже к этим четвертным нотам. А вот здесь мы можем назначить, что именно будет привязываться. По умолчанию тут все активировано. Давайте пройдемся по каждому элементу. Начнем с медиа-айтемов, которые привязываются к выделению, маркерам и курсору. То есть если мы создадим маркеры, вот здесь, здесь и здесь, расположенные на сетке, также создадим выделение, вот тут, и поместим курсор сюда. Теперь если мы будем двигать айтем, то он привязывается ко всем этим вещам. Он привязывается к концу выделения, его началу, маркером и курсору. Это назначено вот здесь. то же самое мы можем сделать с выделением. Если мы создадим выделение, оно будет привязываться к маркерам или курсору. а курсор привязывается к выделению и маркерам. Вот наше выделение, вот маркеры. Если мы поместим курсор сюда, он привязывается к концу выделения или к началу выделения и к любому маркеру. Вот здесь можно назначить, что именно будет привязываться к сетке. Первая опция — это медиа-айтемы. Очевидно, что нам нужно, чтобы медиа-айтемы привязывались к сетке. Вот так. Как мы это делаем обычно. Можно также выбрать выделение. При выделении границы выделения будут привязываться к сетке, но только в том случае, если у вас включена данная опция. Если она отключена, выделение к сетке не привязывается. То же самое с курсором. Устанавливаемый курсор привязывается к расположенной поблизости линии сетки. Здесь, здесь, здесь. Это включено вот здесь. Все эти элементы могут быть включены или отключены. В зависимости от ваших нужд. А вот здесь мы можем включить опцию «Привязывать курсор к краю медиа-айтемов на любом треке». Сделаем больше треков. Давайте расположим их не по сетке. Где-то посередине. Когда мы ставим курсор, он привязывается к линиям сетки. Но он также привязывается к началу медиа-айтемов. Даже если они на других треках. Вот так я ставлю курсор, и он привязывается к левой границе этого айтема. Или этого. Или этого. То есть он привязывается к краям всех айтемов. Что очень удобно при копировании и вставке. Допустим, я хочу поставить этот медиа-айтем на одной линии вот с этим. Я просто вырезаю его, кликаю здесь, и теперь я могу идеально совместить оба айтема. Вставляю его, и эти два айтема выровнены. Так работает вот эта опция. Но по умолчанию она отключена. Но мы также можем выбрать, что именно привязывается. По умолчанию привязывается начало и офсет. То есть когда мы перемещаем айтем, то привязывается его начало или его офсет. Офсет — это вот это. Только они привязываются к сетке. Левый край или же офсет. Давайте уберем его. Теперь привязывается только левый край айтема. А как же правый край? Допустим, у нас есть вот такой реверсивный айтем. Нас не интересует его левая граница. Мы хотим правый край поставить по сетке. Мы можем назначить это вот здесь, поставив привязку начала и конца. Выберем эту опцию, и теперь передвинем айтем так, чтобы его концовка оказалась на 17-м такте. Видите, он привязывается. Это удобно при работе с эффектом реверса. Но есть более универсальный вариант. Вот эта опция. Зависимость от положения мыши. Выберем ее. И теперь, если мы поместим мышь ближе к началу айтема, то именно он и будет привязываться. Сюда. Сюда. Или сюда. Но если мы поместим мышь ближе к концу айтема, то привязываться будет правый край. Это более универсальный вариант, если мы работаем с реверсом. При этом он не мешает нашему привычному методу работы. Просто захватываем айтем за его начальную область, и она привязывается к сетке. Правый край будет привязываться только тогда, когда мы захватываем его мышкой. Более универсальный вариант. Вернем настройки по умолчанию. Привязываться будет только старт и офсет. И последняя опция, которую я хочу вам показать. Привязка медиа айтемов к соседним медиа айтемам, отстоящим на максимальное число треков 10. Это включено по умолчанию. Если хотите, можете изменить ее значение, но вот как она работает. Допустим, я хочу выровнять этот айтем по краю вот этого айтема. Между ними 4 трека. При включенной вот этой опции они привязываются друг к другу. Айтемы привязываются не только к сетке, но и друг к другу. Например, вот этот привязывается к краю вот этого айтема. Видите вот эту синюю линию? Она помогает нам расположить два айтема на одной линии. Давайте совместим этот айтем вот с этим. Между ними несколько треков. Или с этим. Или с этим. Удобно для совмещения айтемов. И это назначено вот здесь. Если для вас это слишком много, и вы хотите более свободно перемещать айтемы, просто отключите ее, или поставьте меньшее значение. И, наконец, последняя вещь, которую вам нужно показать. И, возможно, это самая мощная особенность работы привязки в рипере. Это ее отключение с помощью клавиши Shift. В данный момент привязка включена. Вот здесь. И эти айтемы привязываются к сетке, к курсору, к друг другу, к маркерам. Но все это мы можем отключить, просто зажав Shift. Зажимаем, и айтем перемещается свободно. Он не привязывается ни к маркеру, ни к сетке, ни к курсору, ни к другим айтемам. То есть для медиа-айтемов привязка включается и отключается просто нажатием клавиши Shift. Мы можем делать это прямо в процессе перемещения. Не обязательно заранее зажимать Shift. Сейчас привязка работает. Но при нажатом Shift привязка не работает. А если отпустим Shift, привязка снова включается. Данный модификатор работает, если вы нажмете его заранее или прямо по ходу перемещения айтемов. Это был урок про сетку и привязку в рипере. Надеюсь, вы увидели, насколько они мощные. Но давайте продолжим.